Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. Сегодня мы будем говорить с депутатом Госсовета Чувашской Республики, членом фракции «Справедливая Россия» в парламенте Республики Владимиром Михайловым. Владимир Юрьевич, здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые жители Чувашской Республики! Здравствуйте, Татьяна! Владимир Юрьевич, Вы наверняка смотрели послание президента России Владимира Путина. Что Вам понравилось и что не понравилось в этом мероприятии? Да, безусловно, такое важнейшее событие, которое произошло позавчера, не оставило и меня без внимания. Я, безусловно, внимательно ознакомился с посланием президента. И спасибо за хороший вопрос. Действительно, что понравилось и что не понравилось. Что понравилось? На мой взгляд, был очень хороший аспект, озвучен президентом «Нас должно быть больше». В Российской Федерации действительно долгое время, со времен СССР, происходил демократический кризис. Сегодня мы уже слышим эти цифры, что население стало естественным образом прирастать. И, конечно же, это не мог не заметить ни президент. И мы с вами... И об этом было озвучено президентом. И задача поставлена, что в России в семье должно быть трое детей. Не меньше. Да, не меньше трех детей. Это прекрасная вещь. Понравилось то, что президент озвучил, наконец-то озвучил позицию «Справедливая Россия». Это борьба с офшорами. Госкорпорации, как он сказал, из десяти сделок девять заключаются через офшорные компании, через офшорные зоны. Преобразование в ЖКХ. Посыл был сделан, а как, что, будем смотреть. Ну, эта тема была озвучена президентом. Да, это, безусловно, самая наиважнейшая тема нашей республики, в том числе и всей России. Мы все живем в домах, где эта проблема день и за дня в день существует. Старое жилье, ветхое жилье и прочее, прочее, прочее. Ну, и интересно было, на мой взгляд, озвучение такой темы, как социальное жилье. То есть, это действительно один из выходов тот, кто не может приобрести сегодня ни через ипотеку, не купить квартиру, социальное жилье. То есть, в аренду брать у государства жилье. Таких, конечно, моментов должно быть больше. В Чувашской республике, мы знаем, такое уже есть. В прошлом году заезжало несколько десяток семей. Госжилфонд. Госжилфонд, да. В Новочебоксадске, в частности. Это то, что, на мой взгляд, было необходимостью. Положительный момент. Положительный момент. Отвечая на ваш вопрос, что не прозвучало. Вот, к сожалению, не услышал, а нужно было, и это категорично нужно сделать нашей России, это значит сделать независимое судопроизводство. Как вы видите исполнение наказов президента в Чувашской республике? Применительно для Чувашской республики, давайте я процитирую, как говорил президент Российской Федерации, его слова, к 2020 году надо создать и модернизировать экономику Российской Федерации и создать 25 миллионов рабочих мест. Для нашей Чувашской республики, где нет природных ресурсов, как нефть, газ, это крайне важная мера. Мы действительно с вами работяги. На мой взгляд, здесь необходимо усилить работу, лоббировать с тем же Министерством обороны. У нас, кроме Чапаевского завода, ну еще полтора пальца можно загнуть оборонозаказы, которые могут, в принципе, предприятия принимать. А мы знаем, что недавно Министерство обороны заложило три завода в Российской Федерации, я не помню, по-моему, это было в Петербурге. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Напомню, что сегодня по существу мы разговаривали с депутатом Государственного Совета Чуваши, членом фракции «Справедливая Россия» Владимиром Михайловым. До свидания. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!